Минуты в Москве, а также Петербурге. Из Москвы вас приветствует Ольга Журавлёва, а из Петербурга Александр Невзоров. Александр Глебович, здрасте. Да, привет, Оленька. Мы в Гильвеце, в гулкой, пустынной и тем не менее до сих пор живой. Слушай, вот как говорил один известный раввин, да, блаженный чистые сердцем. Они всегда пригодятся для трансплантации органов, да? Ну, вообще, я просто хочу этим дать понять, что сегодня у нас исключительно жизнерадостные темы, да? Но начнём мы пока вот с мелкого хайпа, потому что, вот посмотри, такая милая новость. Кадыров в ответ на просьбу открыть парикмахерские демонстративно наголо побрился. Это его не испортило. Ну, вот интересно, что бы он сделал, если народ попросил бы его открыть балетные кружки. Вот как бы он на это вынужден был бы реагировать. Уверена, что он нашёлся бы. Пошил бы себе пачку сам. Понятно. Более того, он советует всем наголо побриться. Надо будет, кстати, на этой недельке посмотреть на Владимира Владимировича, потому что мы знаем, что он любит теперь выступать по делу. И я могу сказать, что побритый наголо из бородища он будет, конечно, необычайно эффектен. Вот Валентина Ивановна Матвиенко в таком качестве мне представить сложнее, но тоже возможно, да? Да мы всё ждём, когда Собянин выйдет с неаккуратной стрижкой, но нет. Ну да, это вы ждёте, это вы ждёте. У нас Беглов, в общем, он всегда, всегда в форме и всегда тоже вот такой чистенький и спортивный. Но вот у нас, смотри, ещё из мелких мелочей, из мелких милых мелочей, во-первых, пошёл на новый виток конфликт моего друга Васи Уткина с Соловьёвым. Вот Соловьёву что-то, в общем, настолько припекают уткинские простые и добрые слова, что он не может удержаться, плюс он ещё и меня зацепил, сообщив, что значит, на мне клейма негде ставить. Хотя он ошибается, одно местечко ещё есть. Обидеть хотел, наверное, да? Наверное, да. При том, что, вот, например, там всякие, ну, беспомощные наезды на него, тип того, что мог бы рекламировать, например, Соловьёв. Он упрекает бедного Васю в склонности рекламировать, да? Ну вот Соловьёв мог бы, например, рекламировать протез мозга, силиконовый, да? И даже, может быть, мог бы его показать в эфире. Но вообще всё на самом деле не так драматично. И я просто хочу воспользоваться служебным положением и передать Васе Уткину, Вася, ты опять всё неверно понял. Просто спёрли пульт. По администрации, по АПшке, по администрации президента бегали люди, которые долго орали, где пульт от Соловьёва, где пульт, ну, он же радиоуправляемый парень, да? А его на самом деле спёрли или случайно собрали в карман ФСОшники, думая, что это пульт от микроволновки. Пытались включать микроволновку, а Рудольфович, понимаешь, от этого колбасил, и он произносил какие-то совершенно непонятные словосочетания. Так что Вася, в общем, немножечко ошибся. Но давай по-серьёзному теперь пройдёмся про изъятие вкладов, да, вкладов населения, что самое мило. Вы имейте в виду вот эти вот разговоры про то, что если больше, то меньше, если что, то сверху ещё какой-нибудь налог, вот это вот? Нет, 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 смотри, у нас Греф, Греф, очень хорошо плесканул бензинчик в тот маленький пожар, который уже разгорался в черепах россиян, да? Он заверил, что этого не будет никогда, просто ни в коем случае, что этого точно не произойдёт. И вот как только официальные лица начинают хором отрицать возможность какой-то пакости, это является гарантией того, что пакость неизбежна, да? Мы уже наблюдаем, как уже пятое ответственное лицо в красках рассказывает о том, как власть Российской Федерации старается не думать о белой обезьяне, главное не думать о белой обезьяне, то есть о банковских вкладах населения. Начал вообще, ну даже не начал, а первым озвучил этот зуд Кудрин, но он самый откровенный, он вдруг взял и игриво сообщил, что без дела и смысла попусту валяются на счетах 30 миллиардов рублей физвкладчиков банков. Причём он сделал это с таким видом, как будто бы нашёл древний, забытый, никому не нужный клад. Нифига себе, смотрите, что я нашёл, вот походил денёк с металлоискателем по оврагам и напищал ржавый чугунок с монетами, абсолютно ничей, который, конечно, надо раскопать и применить. А то чё, чугунок, собственно говоря, в земле гниёт без дела. Тем паче, что именно этой-то суммы и не достаёт государству, чтобы решить все проблемы. Это было красиво. Белая обезьяна, так вот она обозначилась, пока контуром, без подробностей. Возникло такое временное офигение, но ещё не окончательная уверенность в том, что будут что-то изымать, так как Кудрин у нас художник слова и вообще большой мечтатель. К тому же неизвестно, что с Кудрином происходит в настоящий момент, потому что коронавирус штука жестокая, а у финансистов, может быть, лёгкие вообще расположены в голове. Откуда мы знаем? Это особый народ. Затем тихо зашуршали кринолины крупнейшей банковской дамы, помнишь это, и других официальных лиц. Они заявили, что о белой обезьяне они вообще никогда не думали и не представляют себе ни её мерзкий зад, ни её мордочку. Они решительно, да, мы отвергли возможность изъятия вкладов физических лиц и усугубили все подозрения. Вот белая обезьяна стала крупнее. И вот тут-то финальным набатом и прозвучал окончательный греф. У которого, собственно, все вклады и лежат, как мы знаем. Да, вот он выложил главный аргумент, почему вклады изъяты не будут. Знаете почему, да? Потому что этого не допускает закон. Вот я был уверен, что в ту минуту, когда он произнёс эти роковые слова, Макаров, который брал у него интервью, должен был ломануться к выходу, обрывая к чёрту гарнитуры и опрокидывая осветительные приборы, только чтобы успеть в банк. Но Макаров сильно изменился в лице в эту минуту, но, судя по всему, был предусмотрительно к стулу приклеен, а стул привинчен к полу. И вот в этот момент не хватило, вот на этих словах, не хватило мне лично, я посмотрел, не хватило фонограммы, надо было врубить кусок песни из золота Маккена, только стервятник, старый греф-стервятник, знает, что почём. Помнишь, да? Прекрасная песня в начале. Вот как раз в России выражение «этого не позволяет закон» воспринимается очень болезненно и правильно воспринимается. Но мы помним, был такой человек, который любил говорить, что повышение пенсионного возраста, пока я жив, да ни за что. Помните такого человека? Да, я помню, да. Вот, к сожалению, сообщение о том, что «не позволяет закон», включает в себя целых три смысла. Кстати, этот нюансик никогда ни один иностранец действительно не поймёт. Первый прямой смысл выражения «не позволять закон» нам это сделать. Смысл «ну ужасно хочется» и «ужасно надо». Так можно же переписать закон, это же не вопрос. Зачем? Когда есть что нарушить, а так будет нечего нарушать. Второй смысл, который подразумевается, заключён в известной пословице «продышло», да? Не буду цитировать. Ну и третий смысл «ну если надо, конечно, сделаем», да? И вот взаимоотношения российской реальности и законов, они ведь очень хорошо известны. Там, если закон не позволяет стрелять из танков по зданию Верховного Совета, то, конечно, никто никогда не будет стрелять. Никогда, да? Если закон не позволяет повышать пенсионный вывод, конечно, никто никогда не повысит. Если закон не позволяет оказаться попам в школе, то, конечно, никогда их там не будет. То есть ссылка на закон повышает вероятность незаконного события примерно на 146%. Правда, есть ещё-то крайне мощное и до сих пор влиятельное банкирское лобби, которое пытается сопротивляться этой белой обезьяне. Ну, банкиры вообще странный народ. Они же понимают, кого поднимут на вилы. А банкир нынче пошёл в жидкие на вилы почему-то не хочет, да? Тем паче, что сейчас толком из страны-то не сбежишь при всём желании. Только если вот переодевшись овцой где-нибудь в Атаре туда через границу на юга или уже костюм лося, рога и через финскую границу. Да, да, но финный народ вредный. Они ведь отловят, поместят в клетку и вернут в Россию. И вот прямо в костюме и с рогами в клетке доставят к депутату Государственной Думы резнику в вольер. И там переодетые прямо с рогами банкиры узнают, что такое вольерная охота с этой стороны мушки. Тоже будет очень интереснее. Александр, послушайте, но вот всё, что вы говорите, звучит очень убедительно. Я тоже давно здесь живу и много раз это видела. Но с другой стороны, тем более, что речь идёт даже уже, по-моему, о триллионах, а не о миллиардах. А с другой стороны, получается, что в какой-то момент люди выбегут на улицу без пропусков и начнут трясти банкоматы Грефа, я не знаю, там, душить этих самых операционистов и так далее. Это вообще плохая затея. Ну, посмотрим, посмотрим. Опасная. Все, что они делают, они ничего, кроме плохого и опасного, на моей памяти пока не делали представители нашей власти. При том, что Греф ведь не самый тупой в нынешней номенклатуре. И помимо истории вот этой с вкладами, из его речи стало окончательно понятно, что обратного пути, обратного пути из той жопы, куда Россию завёл вирус, доллар и жидомасоны, никто не знает. И причём никто ни черта не понимает, как выкарабкиваться. И вот отличная характеристика этого будущего, да хрен, в общем-то, его знает. Ну вот идёт разговор про то, что 90% бизнеса не выйдет из наркоза самоизоляции. Ну вот просто не видит. Ну и на это следует естественный ответ на то и широка страна моя родная, чтобы было где похоронить. В конце концов, и этих тоже, да. Смысл выступления Грефа свёлся к тому, что, ну, если сожжение на костре не избежать, давайте заранее поучимся трещать. Вот, собственно говоря, всё, что он сказал. Но вообще вот эти размышления о том, что будет после теоретической победы над вирусом, они ведь тоже очень забавные. Потому что, во-первых, кто сказал, что исход схватки предрешён? Кто это, да? Ведь идиоты, как выяснилось, не только в Кремле. Мы можем чувствовать себя спокойно. Ох, сюрприз. Они всюду. Они всюду. И вот то, что раскатали губу про окончание вируса, это очень весело, потому что, смотри, ещё не болела Африка. То есть вирусу предстоит освоить целый континент как минимум. Для коронавируса нет понятия далеко. Он проникнет Африку, невозможно изолировать. Он проникнет в Африку. Насколько я знаю, уже проник куда-то. Ну, проник потихоньку, потихоньку. И набравшись сил там в оливиолах зимбабвийцам, он рикошетом прилетит сюда обратно, похорошевший и посвежевший Африка. И с магнитиками. Африка, да, Африка – огромный континент, жизнь, в котором предполагает постоянное желание мигрировать за его пределы. И сейчас там постоянные войны, а он ещё обещает, что будет помимо войн, будет ещё одна радость, будет там голод повальный. И он, в общем, неизбежен. И вряд ли этот голод сделает жизнь в Африке сильно комфортнее. То есть, по логике, вся история надолго. И к тому же, это, сука, вирус. Он постоянно мутирует, ускользая от справедливой медикаментозной расправы. И очень, в общем, удачно мутирует. Вот вопрос пришёл по поводу Монтанье. Это Нобелевский лауреат Люк Монтанье, вирусолог, если я правильно понимаю. Да, блестящий совершенно парень в этом вопросе. Он утверждает, что вирус искусственный. Ну, Монтанье, надо сказать, сам оказался, в общем, приличным идиотом, потому что он утверждает, что существует память воды. Ну, то есть, вот набор маразматика представлен в полном комплекте. Александр Ильич, объясните мне одно. Если он искусственный, он что, лучше, хуже, здоровее, веселее или что, нам денег за это заплатят? Нет, нет. Ни первое, ни второе, ни третье, ни четвёртое. Да, он к тому же не утверждает, что он совсем искусственный. Что там была произведена такая корректировка мутации. Но, надо сказать, что, несмотря на то, что Монтанье, в общем, заявляет помимо своих прямых вирусоведческих заявлений, и ещё что-то, не делает его вирусоведческие заявления хуже. Вообще, ведь учёные редко встречаются так, чтобы они были абсолютно вменяемы. У меня сегодня дама, дама в Телеграме, математик, будущий лауреат Нобелевской премии, по математике, пожаловалась мне, что на протяжении полугода температура держится 38,3. Что бы это могло означать? Я, естественно, спросил, какой градусник ртутный. Я сообщил, что ртутный градусник перед установкой под мышку надо стряхивать. И это было таким откровением. Вы сейчас придумали это, Александр Галибович? Нет, нет, нет. Вот посмотри на счастливые рожи операторов, они знают, о ком идёт речь. Да, да. Очень жалко, что ты не видишь этих физиологов. Я верю. Всё, верю. Да. И вот смотри, ещё в этом же вопросе по поводу Монтанье искусственности, не искусственности, какая-то тётка на федеральном канале, я просто не могу, у меня тут масса выписок и масса тем расписано, чтобы я ничего не знал. По-моему, Скоробеева какая-то. Она обохвалилась тем, как удачно и мощно им удаётся запугивать население. И она говорила, что это важно, и именно так себя и нужно вести. Да, да, да. Ну, во-первых, вирус действительно, да, вирус реально как бы смертоносен. Отчасти он, вероятно, содержит в себе признаки и фейка, и информационной накрутки. Но это не играет никакой роли вообще, потому что мы имеем дело не с чистой вирусологической истиной, а с неким явлением жизни, и это явление включает в себя и накрутку тоже. Да, вот пусть истину изыскивают специализированные научные журналы. Вот то, что делают федеральные каналы с этим запугиванием, это, конечно, уникальное скотство, причём это не злонамеренное скотство, скорее наоборот. Вот запугиватели не понимают, что они наряду с повышением индексов самоизоляции, они удесятеряют муки заразившихся, их родных, и деморализуют врачей. Люди – это те твари, которые поразительно внушаемы. Людей, способных отпрепарировать реальную опасность от её медийного звучания и медийного давления очень мало, их практически нет. Для этого нужна специальная подготовка, и, кстати, не медицинская. Я повторяю, люди очень внушаемы, особенно, кстати, этим, в общем, блещут русские. Уверены они сейчас, что они имеют дело с непобедимой адской торжествующей заразой, которая чавкая жрёт. Ну и по телевизору об этом рассказывают. Чавкая жрёт континенты, народы, страны, превращает лёгкие в стекло, не оставляет шансов. И очень многие люди, попав туда, теряют способность сопротивляться. Человек очень внушаем. Вот эта вот демонизация вируса, который, ах, открыто бахвалится тётка с РТВ, обеспечивает для этих больных удивительный уровень истерики и безнадёги. Она это делает не со зла. Она ориентирована на чисто полицейско-административную задачу и просто по малоумии не понимает, что одной рукой обеспечивая изоляцию, другой рукой она душит уже больных, тех, кто уже знает о своём заражении. А вы ещё представьте соседей по подъезду, которые видят, как кого-то вывозит скорая помощь в спецкостюмах, и потом в этом подъезде начинается ад по отношению к родственникам, по отношению к самому больному и друг другу. Это чудесно. И мы знаем, в общем, насколько человек бывает абсолютно беззащитен перед самим собой своими страхами. И вот клиническая психиатрия, физиология мозга знает сотни примеров того, когда запугивание больных, а это слышат и больные, преувеличение проблемы, нагнетание страсти ломало у людей всякую способность к сопротивлению. Он начинал думать о бессмысленности этих всех портсбург, но вот что вообще далеко ходить? Широко известный случай, когда безобидный дачный полос, эта тварь не ядовитая, кусает дачника. Это просто протокольный случай, но этого полоса какой-то дурак путает и утверждает, что дачнику укусила гадюка. И у этого укушенного возникают абсолютно все симптомы укуса едоносной змеи. Это слишком хорошо известно. И вот еще один пришел вопрос. Оленька, позволишь я отвечу? Да, конечно. По поводу беспорядков во Владикавказе. Там ими рулит оперный певец Чильдиев. Он уже все, его уже поймали и арестовали. И он даже нанес полицейским два удара по голове, как нам сообщают. Так что шансов у него мало. Они все очень степераментные ребята, да. Но вот хотелось бы посочувствовать и поддержать. Но вот легальная повестка митинга, она, к сожалению, абсолютно маразматична. Понятное дело, что под ней, под легальной повесткой, кипит уже совсем другая магма. Но мы имеем дело, я повторяю, только с фактической реальностью. Обсуждать можем только нее, ее. И вот этот отзомбированный днем победы тенор, он, в общем, с таким вооруженным набором банальных конспирологизмов, что, я боюсь, этот протест, в общем-то, не проживет. Тем паче, что все эти люди, которые говорят о фейковости и придуманности вируса, чихают при этом так, что у них маски вот прямо с ушами отрывает с лиц. Там все очень, как бы, основательно. Но, смотри, у нас какая есть интересная, самая интересная история. Вот в радикальности, в глобальности сегодняшних драм никто не заметил самого главного события. Давайте. Да, все лопнуло. Наташа, мы все уронили, как пишут коты. Да, да, мы все уронили, все лопнуло. Вот та пирамида идеологии, которую на протяжении 20 лет воздвигал Кремль, она рассыпалась за какие-то две недели. 9 мая отменено, Пасха, по сути, тоже. Что такое онлайн-участие в пасхальной службе? Это секс по телефону, по сути дела. Ну, не нагнетайте, Александр Глебович. Это очень жалкий суррогат. Вера, она внутри должна быть. Вот на одном конце провода показывают попов, а на другом абонент может самоудовлетворяться в религиозном смысле этого слова. Тем не менее, все на это пошли. И все согласились. И не восстали. Иными ясными словами. В общем, и Пасха, и 9 мая признаны непервостепенными событиями, ради которых возможны любые жертвы. Кстати, и Конституция тоже. Да, да, и Конституция тоже. И эта самая вертикаль замечательная. И вертикаль тоже. А никакая идеология не может базироваться на второстепенных промежуточных понятиях. Закон идеологии, это должно быть как минимум 25% страны. И они должны быть в той или иной степени согласны в той или иной степени за это умереть. А вот перенос парада с сакральной даты 9 мая, закрытие церквей на Пасху автоматически равносильно признанию, что есть вещи гораздо более важные, чем культ победы и день реанимации древнееврейского раввина, то есть главный церковный праздник. У нас есть до перерыва еще время, нет? Минута. Ну вот смотри, почему закрытие церквей так бесит попов? Понятно, что... Почему они так злобно сопротивляются? Потому что, понятное дело, что денежные ручейки, которые всегда стремились журча в их карманы, иссякнут. Но не только поэтому. Потому что вот эти действия власти, они официально фиксируют второстепенность православия как фактор жизни страны. Православие разжаловано. Эта ошибка вообще нам всем очень дорого обошлась. Ошибка Кремля. С 2009 года по настоящее время в России прибавилось 10 тысяч церквей. Убавилось 8 тысяч школ. Прибавилось 10 тысяч церквей. Убавилось 45 тысяч детских садов. Про больницы даже не говорите. 10 тысяч больниц. Совершенно верно. Вот эти дикие траты Кремля на разведение попов, которые он потратил, они реально дикие отняли у страны те деньги, которыми можно было бы хотя бы эту медицину подлатать. А взаимосвязь этих цифр, я думаю, хорошо очевидна и хорошо понятна и совершенно очевидна. Мы с вами должны продолжить эту тему. Здесь еще не все сказано. Это Александр Невзоров и Ольга Журавлева. Мы к вам вернемся после новостей. Никуда не уходите. Так, ровно после того, как мы рассказали про Владикавказ, нам пишут, эхо умалчивает ситуацию во Владикавказе. Да, надо, пожалуй, напомнить. 21.30 в Москве. На эхе краткие новости в студии Ирина Кучеренко. Систему цифровых пропусков для контроля за соблюдением режима изоляции из-за коронавируса к концу месяца введут в 21-м российском регионе. О таких планах сообщает Минкомсвязи. По данным ведомства, внедрение будет происходить поэтапно. Сначала федеральная система будет запущена в семи регионах Центральной России, а со следующей недели еще в 14 регионах по Волжье, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа. Украина заблокировала в ООН очередную российскую резолюцию об ослаблении санкций. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Его видеообращение опубликовано на странице внешнеполитического ведомства в Фейсбуке. По его словам, Москва вынесла на голосование новый документ, суть которого совпадает с предыдущей российской резолюцией, заблокированной в начале апреля Украиной, США, Евросоюзом и рядом других стран. Тогда Россия предлагала отказаться от односторонних санкций, принятых в обход Совбеза ООН, чтобы обеспечить доступ всех стран к продовольствию и медикаментам в условиях пандемии. Китайский город Харбин закрыли на въезд для жителей других регионов после роста числа зараженных коронавирусом. Местные жители для выхода из дома должны иметь электронный код, подтверждающий, что они не больны COVID-19. На улицах необходимо носить маску, передает агентство Киода. Отмечается, что Харбин стал центром второй волны распространения коронавируса в Китае. За последние 10 дней в городе подтвердили около 60 случаев заболевания. Середина апреля в Харбине действует 28-дневный каротин для приезжающих из-за рубежа. Половину этого срока люди должны находиться в специальном центре, а затем еще две недели дома. Стриминговый сервис Netflix установил рекорд благодаря коронавирусу. За первый квартал у платформы появилось около 16 миллионов новых подписчиков, в то время как сама компания прогнозировала вдвое меньший прирост. В настоящее время Netflix использует свыше 180 миллионов человек по всему миру. Несмотря на нынешнюю ситуацию, в письме к акционерам представители сервиса отмечают, что после карантина рост замедлится. В Москве ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки, ночью около нуля, завтра днем 6-8 градусов. Ирина Кучеренко, служба информации «Эхо Москвы». Спасибо. Так, про лайки. Согласна. Товарищи, лайков вижу мало. Ну, 1700. Ну вы о чем вообще? Это нехорошо. Машу сразу оптом. Соломоновым островам, Харькову, в общем, всем, кто в списке. Внимание, Машу вам. Вова, у нас все хорошо. Ты просто все время одет, я боюсь, что уедешь без меня. У нас одно такси, не забывай. Вы уже не в жилеты поедете? Как же я так смогу сделать? За кого меня принимаешь? Вы должны найти, но уже сюда я выставай. Спасибо, Рига, приеду. 21.33 мы снова с вами. Ольга Журавлева из Москвы, из Петербурга. Александр Невзоров, Александр Глебович. Скажите, пожалуйста, а что же, в общем-то, позитивного в том, что все уронили? Сейчас расскажу. Оленька, у нас в перерыве, вот в перерыве, пока у вас шли новости, у нас тут долбанул новым стихом Мишка Ефремов, новым Орлушинским. Чьим стихом? Орлушинским, так. Да, да, гражданин заразный. И это было восхитительно, и это у нас на канале в Ютубе. Сразу, кстати, скажу, что вышла аудиокнига «Искусство оскорблять», которую можно приобрести у нас в магазине. А кто читает? Вы читаете? Да, я, конечно. Ну, вот, в общем, выяснилось, что хорошо, что вот эти два краеугольных камня путинизма оказались второстепенными, и в фундамент государства они не годятся, непригодны. Это какая-нибудь там 825-я башенка сбоку. Это православие и победобесие, так сказать. Да, 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 да. Это не несущие конструкции. Они провалили экзамен Иисусу и Сталину, в общем, указано его настоящее место, их настоящее место, и это место незначительно. И вот тут давай будем справедливы, давай все-таки будем честны сами с собой. Путин оказался не способен принести страну и людей в жертву своей идеологии, своему хобби. То есть он кто угодно, но он не маньяк, и это, в общем, уже легче. Я был неправ. Я считал, что его идеологизированность гораздо гениальнее, гораздо страшнее и беспросветнее. И вот чистый эксперимент доказывает мою непроводу, и поражение его мозга все-таки не так трагично. Потому что если бы он был маньяк, то 9 мая по Красной площади печатали свой последний шаг хрипящие курсанты, а всякие там старенькие медалисты Второй мировой войны прямо на выходе с Красной площади раскладывались по гробам. Шел бы бессмертный полк, но шел бы прямо сразу в коммунарку. Ну вот, кстати говоря, что еще хорошее? А может, мы что-то о нем не знаем? Может быть, у него просто какая-то другая любимая игрушка теперь? Вот хотелось бы. Просто хотелось бы узнать, какая. Вдруг это что-то хорошее. Смотри, у нас такая вот интересная история с церковниками. Сейчас мы подведем все итоги. Прояснилась окончательная расстановка и соотношение сил в стране. Вычислилось, да, сколько в стране, где живет 146 миллионов, есть то, что называется реальных верующих. Потому что ведь то, что произошло в пасхальную ночь, это была как бы перепись, да, это был смотр сил, это был тест, потому что на самом деле реальный фанатик, реальный христианин православный не может не пойти на пасхальное живое богослужение. Вот выяснилось, что их порядка 50 тысяч, да, вот. Простите, но от 146 миллионов человек это 0,34 процента. Хотя эти 50 тысяч выращивали почти 20 лет. Церковь показала себя очень слабым, очень неразумным, очень экстремистским, бездумным, но очень слабым институтом, потому что ведь стоит-то она на фанатиках. Она стоит не на тех, кто, лежа на диване с ушками или коньячком в полглаза наблюдает какую-то службу. Она стоит на тех самых людях, которые готовы хотя бы рискнуть, да, своим здоровьем и своим благополучием ради выполнения своих христианских обязанностей. Напомню, да, про безумные паломничества сквозь болото, топи, пургу. А вот сейчас, даже если кто-то и хочет, вот только вот если через задний проход, так, пожалуйста, вот можем. Вот у нас есть красавица Блохастин, который просочился таки на вип-службу, хотя и другие старушки тоже туда хотели попасть. Не только этот самый, да. И в отношении своих товарищей, своих единоверцев это как минимум некорректно. Это как тайком от голодных друзей под столом жрать бутерброд, а потом еще броситься с кулаками на того, кто его засек и сфотографировал. Это очень жалкое зрелище. Там же еще был один момент. У него в семье дочь, по-моему, с подтвержденным ковидом. Это еще как-то не очень гуманно по отношению к товарищам по вип-мероприятию. Этого мы сейчас коснемся. Мне только не очень, мне непонятно, ну вот он отобрал бы телефон. И что бы он стал делать? Сфигачил бы его об колонну? Сгрыз? А, ну может быть, да. Ну вот смотри, еще такой новый нюанс. РПЦ жалуется, уже жалуется на обнищание и просит отменить плату за ЖКХ. И вот это первая маленькая трещинка. И уже понятно, что вот это адское хвастовство про ежедневно возводимые три храма, это несусветный бред, потому что РПЦ в любой чуть-чуть нештатной ситуации абсолютно не способна содержать свои молитвенные дома. Вот она сама понастроила, а содержать их, даже содержать элементарно не сможет. И вообще теперь жалуется на бедность, но в этом нет ничего страшного. Слушайте, ну можно же продавать всякие товары, которые там, затоваривание, может быть, произошло. Мне кажется, они просто не умеют, просто бизнес не очень у них как-то... Ну, в крайнем случае, попы еще могут пойти работать, да? Тебе такой вариант в голову не приходил? Я не знаю, я думала, там драгоценные камни, там вот эти вот сушеные... Пусть в камнях идут. Сушеные продукты, может быть, их можно кому-то толкнуть. Ну, ладно. Я просто к тому, что меня очень объединяет, мне кажется, что церковь объединяется с народом в этом желании отменить ЖКХ. Мне кажется, не только церкви хотелось бы отсрочечку какую-нибудь по платежам, но и очень многим гражданам страны. Правда, про них почему-то патриарх не вспомнил. Нет, конечно, нет. И смотри, тут какой еще нюанс вскрылся. Требует призвать к уголовной ответственности и митрополитов, и епископов, которые вот собирали все-таки, пытались собрать эти толпы на Пасху. А вот это предельно и нечестно. Потому что если моржа в цирке 10 лет учить на морде вертеть шар, 10 лет подкармливать его за то, что он на морде вертит шар, то как его можно потом по этой усатой морде бить, даже если он начал крутить шар, когда в цирке начался пожар? Ну, его так выучили делать. Он не умеет ничего другого. Он ждет аплодисментов, жирненькую плотву. Ну, кто же виноват? Он воспринял, что вот это оживление, люди бегают, что это просто очень ответственный спектакль. Но то, что я говорил, в общем, подтверждается, что это очень опасная секта, которая свои порядки, в общем, пытается ставить выше, я имею в виду РПЦ, социальных законов и не способна на компромиссы. Но опять-таки ее такой воспитали. 20 лет бездумно Кремль дрессировал эту неуправляемость, эти преференции. А я всегда предупреждал, что это, в общем, деструктивная секта и дорого обойдется. А попытайтесь тогда провести параллель. Всю страну, ну, многие из них еще живы, в течение многих десятилетий и дрессировали на то, чтобы 22 апреля ходить с гвоздиками, возлагать их к одному там, либо к сушеному, либо к вяленому, либо к мраморному, либо еще как-нибудь. А в результате все-таки, несмотря на все, пожертвовать собой, вот как вы говорите, в церкви, да, люди пришли, оказалось, ну, все-таки готова какая-то группа граждан во главе с Югановым. Это о чем говорит? Да, там было 44 человека. А это говорит про то, что идея... Да, 44 веселых чижа, да. Что идея, в общем, померла окончательно. И здесь мы это можем говорить уже с уверенностью. Как долго будет уходить из нашей жизни вот эта РПЦшная идея, ну, они еще сами попы не прочувствовали, не поняли, они продолжают нести ахинею, что инопланетяне – это демоны, что мое отмщение и азбанан, да, что блаженный плачущий, ибо им построят пышечную, вирус гибнет от колокольного звона, они еще набрасываются теперь же с кулаками на журналистов, как это было в нескольких регионах, в частности в Омске. Но мы наблюдаем, что вот, несмотря на безудержный оптимизм попов, у них уже даже их высшая поповская номенклатура стала вымирать потихонечку. И в том числе близкое окружение Гундяева. Причем вот умер Агейкин, настоятель Елоховского патриаршего собора, очень близкий Гундяеву человек, редкостный врун, с великолепным голосом, отдадим ему должное. Но врун редкостный, потому что вот именно он сильнее громогласнее всех агитировал ходить, приходить, наполнять церкви, выступал буквально следующее. За века церковь накопила богатейший опыт противодействия эпидемии. Все эпидемии останавливаются молитвой. Конечно, все эти призывы к сборам, они преступны. Но теперь шить уголовные дела по ПАМ, это бесчестно. Потому что и вот Лонген, саратовский, епископ Пахунь. Митромолит, по-моему, да? Саратовский и Вольский. Да, да, да. По ним уже работают все. Но их научили. ФСБ, Следственный комитет против них натравили. А это справедливо, правильно? Прав Галактионов? Не прав абсолютно. Потому что тогда на одной скамье и в одной камере с ними должны сидеть те, кто их растлевали. Те, кто их готовил к этой роли и убеждал их в их полной безнаказанности. Почему их Патриарх не защитил? А он сейчас никого не может защитить. Он в довольно жалком положении. И, понимаешь, когда мы говорим о каких-то епископах, то вообще, а чего другого можно было ждать? Адекватности? Это не их амплуа. Если бы они были адекватными, они давно со своим ремеслом простились бы, пошли и нашли бы себе нормальную работу. Но вот интересно, они до сих пор не поняли еще, что дело пахнет керосином и пафосно публикуют списки безбожных областей России. Теперь, оказывается, есть безбожные области, лишенные благодати. Это Алтай, Питер, Москва, Карелия, Удмуртия, Приморье, Амурска и так далее. При этом они находят какие-то и благочестивые области. Надо сказать, что у них концы с концами, они, конечно, не сходятся. Но в этом ничего странного нет, потому что концы с концами сходятся либо там в гей-клубах, либо в монастырях, как правило. И вот еще такой момент. Перед самой Пасхой, с учетом там, как бы, величины и популярности моего Инстаграма, который ориентирован все-таки на интеллектуалов, меня попросили люди, которым я не могу отказать, придумать какую-нибудь жуткую пугалку, которую можно было бы донести до так называемой этой элиты, чтобы все-таки они не перлись бы ночью на службу в эти поповники. Именно до элиты? До тех, кто на ВИП-мероприятия собирался? На ВИП-мероприятия, какие-то более-менее известные люди, какие-то люди, что-то решающее. мы видим, что все равно, в общем, даже то немногое, что произошло на Пасху, дало таки очень резкий рост заболеваний, и поползли вверх задремавшие, остановившиеся было показатели. Но есть вот эти вот люди, которые изучают мой Инстаграм. И вот эти селебрити, они, конечно, в основном кривляки, они в основном прикидываются, они не поняли еще, куда дует ветер, поэтому продолжают в своем Инстаграме нести эти все яйца цветные. но есть среди них, конечно, и абсолютные папуасы. Но вот их действительно запугать нетрудно. Я понял, что есть то, чего они боятся, ведь смерть хорошая, сочная, медийная смерть это тоже часть имиджа. И хорошие, сочные медийные похороны это обязательное условие, потому что ведь нужна всенародная скорбь. А сейчас она технически невозможна. Нужны паломники на кладбище, они не попадут. И вот такого сочненького варианта, как был с началовой, сейчас уже не получится. Вот хорошо умирать, когда по тебе целую неделю чахнет вся страна. Очень важны эффектные похороны. И если все хорошо организовано и похороны проведены правильно, и должный градус скорби, во-первых, все равно взлетает количество подписчиков. А сейчас смерти бы были абсолютно незаметны. Так вы написали об этом в инстаграм? Нет. Ты знаешь, я подумал-подумал и пролистал инстаграмы всех этих селибрити, при том, что, да, ты понимаешь, что для них вот это соображение, что покойник работает только свежий, и что срок медийной годности покойника очень невелик, это бы на них подействовало, но я посмотрел на их инстаграмы и решил никого не пугать. А вдруг они меня действительно послушаются и пойдут, и не пойдут туда, да, по своим этим секретным всеночным и не заразятся во славу своих богов. Ну, во-первых, у меня есть правило не лазить пальцами в пробирку, а во-вторых, я вот действительно посмотрел, это люди, которые веруют в проклятие, в заговоры, молятся каким-то богам, втягивают детей, заставляя их учить идиотские стихи, то есть мне их, честно говоря, этих селебов-то и не жалко, да. Даже деточек не пожалел. Нет, а деточки тут останутся совершенно ни при чем, но я тебе скажу, что вообще вот эти четырехлетние дети, которые пафосно читают религиозные или патриотические стихи, смыслы, которых они не могут понимать, да, они сильно напоминают, знаешь, вот тех малышей в кружевных колготках с накрашенными губами и глазами, которых сумасшедшие американки очень любят выставлять на конкурсах красоты. Нет, они напоминают других детей, которые в четырехлетнем возрасте в детском садике читали про Октябрь, Ильича и все вот это вот. Это ровно та же самая история. В общем, я решил, что пусть как бы эти все селибрити идут око за око, протез за протез, и чем их на самом деле меньше будет в стране, тем в стране будет лучше, потому что я их уже поизучал, а несчастной России будет чуть-чуть полегче. Ну, надо назвать вещи своими именами. Этот вирус, эта эпоха удивительная, жгучая эпоха, она ведь сорвала все покровы. вот мы видим эту элиту, эти мумии, кривляющихся певичек, там, глупых пародистов, артистов-сталинистов, замки, между прочим, Александр Глебович. замки посреди садоводства, пропагандистки водородной воды, ведь будем откровенны, это абсолютный сброд, да? Причем я не про мораль говорю, я говорю про деинтеллектуализированность, про серость. И вот настолько тупая и серая элита, это одна из самых серьезных и неоглашенных пока бед страны, да? Ведь она задает тон, она выстраивает планку. Почему вы называете ее элитой, я понять не могу. Ну, потому что другой-то нету. В любом случае она по факту те самые сливки. А вот эти вот ученые, простите за это слово, и, как это сказать, кумиры миллионов интеллектуалов, это как бы не то? Нет кумиров и миллионов интеллектуалов. Как раз более-менее интеллектуальные персонажи хорошо, когда имеют там 100, 200, 300 подписчиков, да? Обратите внимание, вот элита, да, у нас есть прелестная, мы ее все любим, причем, есть Мария Захарова, и у нее продолжается многодневная истерика по поводу статьи в New York Times о том, какой Путин плохой, да, вот только русские, у которых власть сакральная, могут устраивать истерики по этому поводу, вот их божество ущипнули за каменную попу, до этого щипача пальцы, пальцы до сих пор синие, да, но Маша Захарова, она мастерица политической истерики, она никаким другим жанром не владеет, и как всякая прима, она подбирает репертуарчик под себя, но все всегда в надрыве, все в присядку, уйдет в тень РПЦ, останется питательная среда для жуликов, экстрасенсов, психотерапевтов, сектантов, астрологов, ведь очень не случайно всплыл этот безнадежно старомодный дурак с демонической челочкой, да, который вернулся, чтобы спасти человечество от коронавируса, это лакмус своя бумажка, он от остеохондроза лечит, ну что вы, нет, он от всего уже опять лечит, от смерти, такой впариватель чистой билиберды, вот те тетки, которые были надрессированы изображать припадки, на его представлениях падать, вставать, они уже давно умерли, сейчас Гундяев через телевизор заряжает куличи, а этот, значит, старомодный дурак с демонической челочкой заряжает свою опять дать воду, но вообще мне нравится, как герои 90-х осваиваются в современности, иногда они делают это блестяще, совершенно весело, вот Стерлигов, например, помнишь, был такой парень, сейчас он из себя изображает жутко бородатого и жутко православного, он торгует хлебом и макаронами, исконнее русскими продуктами, и он совершенно, конечно, гениален, вот высочайшую стоимость буханки хлеба, там где-то 500 рублей, он оправдывает тем, что хлеб изготавливают девственницы и невзначай демонстрирует фотографии девственниц. Все думают, что это реклама хлеба. Я думаю, что это скорее реклама девственниц, но если девственность вообще играет такую важную роль в процессе формовки и выпечки, почему, собственно, тогда не показано то, чем они трудятся, потому что мне, например, неясно, на что именно влияет их девственность, на формовку хлебов, на глазурацию, корочки. Вообще, вот когда человек делает такие громкие заявления, надо справочку от гинекологов, конечно, А мне кажется, от психиатра, но у меня свои представления прекрасны. Это, в общем, это блестящий стёп, и я подозреваю, что в основе стёп пришёл вопрос, не могу не ответить. В прошлом выпуске Эхо я рассказывал о том, как я с ребёнком спасал из пруда жабью икру. Да, да, икра. Да, икра. И вот меня все спрашивают, чем закончилась эпопея с икрой? Ну, знаете, для кого как? Для икры она закончилась плохо, потому что вот когда потеплело, то четыре ведра жабьи счастливой икры были выпущены обратно в пруд, и в эту минуту начался ад, потому что со всех сторон на нас начали пикировать утки и гуси и эту икру жрать. Их тоже можно понять, Александр Глебович. Я же матери жабы, они на нас смотрели, мы пытались разгонять уток, но уткам было пофигу, они летели издалека, были очень голодные. Ну, в общем, короче говоря, всё кончилось для икры, пух, она съедена вся, напоследок ещё утки порвали и жаб тоже. Давай вот ещё продолжим по существу. У нас есть... Утки саблезубые. Да, да, у нас есть ещё теперь, я не знаю, он Мясников или Мясников. Для врача ударение очень важно, если мы будем считать, что это доктор, то, наверное, Мясников. Мясников, хорошо, да, он теперь голос вируса, но Кремль, как всегда, отличился, потому что, если есть возможность принять очень плохое кадровое решение, он найдёт решение ещё хуже, чем даже самое плохое. Он, в общем, симпатичный, горячий, темпераментный парень, но он автор очень фанатичных завываний о 9 мая, он такой классический победобесец, это абсолютно его право, это принято сейчас. Разошлись фотографии его с автоматом, он в Анголе там кем-то служил? Ну, мало ли кто с автоматами где фотографировался. Стыдливо, краснее, замечаю я, да. Но вот он на это 9 мая был как койот на луну, когда уже всё было известно, когда было известно про то, что курсанты, готовившиеся к параду, заражены, когда общая картина разгола вируса стала абсолютно понятной. И не знать этого было категорически невозможно, а он топал ножками, хныкал, что хочет параду, хочет военных фильмов, Он говорил, что заразиться невозможно, и всё будет прекрасно. а вирус это вообще какая-то букашка, да. То есть, у него с информированностью и со способностью составить цельную картину мира, в общем, достаточно дела обстоят плохо. И плюс, то те смешные вещи, которые он стал говорить про то, что люди, у которых не будет антител, они будут обречены жить в резервациях в будущем. У него очень своеобразные представления, конечно, об антителах, примерно как о Путине. То есть, как о чём-то абсолютно... По телевизору, как доктор выступает много лет, он даётся... Боже мой, он же главврач больницы. Вот тот парень с чёлочкой, о котором мы говорили, который пришёл спасать человечество, вот он тоже называл себя доктором. Вот у нас, конечно, большая беда с кадром. Кто халат надел, тот и доктор, Александр Глебович. Кто первый надел, совершенно верно. Вот в Корее, в Корее, в Северной Корее, обрати внимание, что как только пустеет какое-то место, немедленно срабатывает номенклатурный механизм, и пустующее место занимает следующий великолепно подготовленный номенклатурный кадр, а в России их уже нет. Вот сейчас там непонятно, то ли умер ин, то ли не умер ин. Говорят, он в медитации. Многие думают, что в коме. Ну, честно говоря, хотелось бы, чтобы он был жив, потому что Северная Корея, это штука сама по себе, являющаяся опасным оружием, неизвестно в руки какого безумца или какой безумицы это оружие может попасть. Пусть это будет лучше в пухлых ручках ин. Мы знаем, что он много чего говорит, но в принципе парень вполне себе разумный. Мне надо дать тебе минуту на объяву продолжения эха. Конечно. Мне нужно проанонсировать еще несколько дальнейших передач. Спасибо большую щедрость Александра Глебовича Невзорова. Сравнимо только с его добротой. Собственно, с Александром Глебовичем мы на этом прощаемся. Я только еще хочу сказать, что в дальнейшем, буквально вот после 22 часов вас ждет программа 49 минут. Алексей Соломин, Михаил Гусман расскажет про Эндрю Коома, губернатора Нью-Йорка. В 23 часа повтор винила Михаила Куницына с Эдуардом Артемьевым. После нуля программе Один будет Алексей Нарышкин. НЕЗДА!